Здесь Бара Калауфикум хочется немножко остановиться и разъяснить этот вопрос. Вопрос джихада в исламе. У нас Бара Калауфикум есть две категории людей, которые исказили это понятие. Конечно, в первую очередь это понятие исказили неграмотные мусульмане, особенно молодые люди, которые думают о том, что джихад является целью в исламе. Которые думают о том, что джихад является целью в исламе. Нет, религия ислам Бара Калауфикум не является той религией, которая жаждет крови. И поэтому даже доводом является этот джихадист, когда сказал Алира дал знамя, сказал отправляйся к ним, аля рислик потихоньку, не торопись, не надо хватать оружие на них, нападать отдали, и сказал расскажи им, призови их к исламу. Не сказал пусть первым к чему, что ты будешь делать, пусть первым что будет делать, ты будешь делать это, что начнешь на них нападать, с ними воевать. Нет, нет, призови их к исламу и расскажи о том, какие права Всевышний Аллах возложил на них, то есть из своих прав. И поэтому Бара Калауфикум, джихад, военные действия, это является крайней мерой в исламе. Что значит крайняя мера? Крайняя мера, которую все человечество на сегодняшний день, мы живем в 21 веке, признают. Мы все знаем прекрасно, что есть организация объединенных наций. И Бара Калауфикум из тех вещей, которым занимается эта организация, и весь мир это признает, то, что если в той или иной стране появляется тиран, если в той или иной стране появляется тиран, который поступает несправедливо со своим народом, убивает их, уничтожает и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное, что страны объявляют санкции против этих стран. И иногда некоторые страны отправляют даже туда свои, так называемые, миротворческие войска, для того, чтобы избавить народ от правителя-тирана Бара Калауфикум. И никто против этого не выступает, и все с этим согласны. Бара Калауфикум наступательный джихад в исламе нечто подобное. Наступательный джихад в исламе нечто подобное. Аллах говорит в Коране, нет принуждения в религии. Когда Бара Калауфикум, ислам распространяется среди людей на уровне государств, на уровне государств, а не каких-то частных лиц, как в наше время это занимается этим, некоторые молодежь объявляют джихад и так далее, на самом деле никакого отношения к исламу, так называемый джихад, не имеет. Государство, когда сильное исламское государство Бара Калауфикум, то есть подобно тем странам, которые в наше время посылают свои войска, для того, чтобы где-то навести порядок, вот точно так же, когда исламское государство становится сильным Бара Калауфикум, наводит порядок в первую очередь внутри своей страны, потом Бара Калауфикум, они считают своей обязанностью так же помочь тем, кто их окружает. То есть если в той или иной соседней стране люди живут несправедливо, а самая большая несправедливость это что? Предавать Аллаху сп.т. кого-то в сотоварищи. Они приходят в эту страну и призывают жителей этой страны к исламу. И если кто-то препятствует им, они Бара Калауфикум только тогда применяют военные действия, и то только по мере нужды. И то только по мере нужды. То есть я говорю о том, что раньше было в истории, или о том, как оно должно быть. В наше же время исламская община ослаблена, и нет у нее силы заниматься военным джигадом. Поэтому надо заниматься тем, что в наших силах на сегодняшний день. А это заниматься призывом к Всевышнему Аллаху, призывом к шести столпам имана, призывом к пяти столпам ислама. И это и есть суть религии ислам. И поэтому в хадисе Джибриле, известных хадисе, вы знаете, что когда Джибриле пришел к пророку Саусам и задал ему вопрос, что такое иман, что такое ислам, что такое исан, и ушел. Пророк Саусам спросил Умара, а знаешь ли, кто это был? Он сказал, что Аллах, его посланник знает лучше. Он сказал, что Джибриле пришел обучать вас вашей религии. Поэтому в первую очередь, братья и сестры, надо заниматься собой. В первую очередь надо спасать себя. А джигаджи барак лауфикум делается ради спасения других людей. И поэтому вот в этой же истории, в истории про Хайбар, это после того, как пророк Сааллаху Алейхи Вассалям уже стал руководить государством. То есть Медина из себя уже представляла исламское государство после того, как навели порядок внутри своей страны. Только после этого начали наводить порядки в арк лауфикум вокруг своего государства. Валлаху Адаму. Продолжение следует...